Классические и не классические постановки. Когда мы говорим о конечном дереве, то важно, где остановиться. Бесконечного не бывает процесса. На самом деле, конечный процесс. То есть мы можем остановиться во простом. Мы можем просто написать N уровне дерева и остановиться. Но он получит нашу компенсию FNG, который остался. Такой взгляд, он не совсем классический. Он ведет довольно необычный объект в этих пункте лингвистов. А можем мы остановиться в каком-то теоретике числовом ключе. То есть мы можем выписать все числа со знаменателем непревосходящим и успокоиться. Тогда получилась так называемая метафория. Вопрос о распределении рядов ФОРЭ – это очень глубокий теоретикой числовой вопрос. Я выпишу функцию распределения для рядов ФОРЭ последовательных раком. И, по крайней мере, сформулирую. А может быть, что-то докажутся. То есть касаемо рядов ФОРЭ. Но касаемо рядов ФОРЭ – там ситуация такая. Вопрос о равномерности распределения рядов ФОРЭ – эквиваленте и по-дерегуму. То есть это основной вопрос по тематике. Ну, не основной, но один из важных. Ну, да. Очень естественно. А вопрос о распределении последовательности ШТОРМ и ПРОКО – он, ну, вот, там, где-то время классический. Да, это не классический. Потому что тут возникает так называемый вопрос функции Минкубского. Это очень… Ну, она появилась в начале 20-го века, и это очень необычный объект. В то время он был совершенно необычный, потому что это такая, естественно, возившаяся регулярная функция. А смысл, в общем, что это монотонная функция, которая, ну, почти всюду у нее производная ноль, а между тем она отображает отрезок 0.1 на отрезок 0.1 на гипер. И с этой функцией связано, вот, ну, не то, что связано, но недавно возникло много очень простых формирующих задач, которые, ну, не вполне понятно, как решать. Возможно, они безнадежны, но возможно, не будет. Но они очень просто формируются и выглядят очень интересно. Некоторые из них соответствуют задачам, которые в классической постановке связаны с функцией Риммана. А некоторые просто настолько простые, что они сами по смене ничему не соответствуют. Но, тем не менее, ответа нет. И вот это первая цель, которой я хочу достичь. То есть я хочу добраться до формулировки, которой я говорил, это не будет за Риммана, чтобы хотя бы ее сформулировать. И второе – добраться до формулировок, связанных с функциями русского. При этом я кое-что естественно скажу.